За последний месяц лета сразу два ДТП с участием автобусов международного сообщения. 18 и 21 августа из-за сильного переутомления водители уснули и съехали в Кювет. Из 67 пассажиров 4 с травмами госпитализированы. Сотрудники ГАИ и транспортная инспекция в первую очередь заострили внимание на техническом состоянии транспортных средств, документации и правомерности переоборудования авто. Проверяем режим труда и отдыха водителей, диагностические карты прохождения технического осмотра, соответствие водительских карточек, фамилиям водителей, чтобы не ездили под другими карточками. Очень часто автобусы из дальнего зарубежья, я имею в виду Грузию, Армения, они ездят по одному водителю. Можете себе представить, сколько он сможет проехать. Внимание к мелочам. В Бобруйском районе контроль ведется по всем направлениям. В субботу на трассе М-5 в сторону говеля, несмотря на жару, оживленно. Этот участок излюбленный в турмаршрутах. Здесь госавтоинспекция проверяет соблюдение всех норм и правил дорожного движения. Административная ответственность предусмотрена. Ответственность несут как и пассажиры транспорта, так и водитель, который перевозит пассажиров. Части касающиеся ремней безопасности не используют. Ну, за режим труда и отдыха несет ответственность водитель, а также перевозчик. Понимание ответственности. Под жезл попадают все автобусы, которые возникают в поле зрения правоохранителей. Как итог рейда, ни одного нарушения. Все перевозчики, водители и пассажиры строго соблюдают правила. Конечно, соблюдаем правила движения. Пассажиры предупреждаем, что все были пристегнуты. Все нормы выполнены. Соблюдение ПДД, режима труда и отдыха – залог безопасности на дороге как самих водителей, так и всех окружающих. Когда каждый участник движения действует осознанно и ответственно, это снижает риск аварий, сохраняет жизни и делает дорогу более предсказуемой и спокойной для всех. Роман Костяков, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.